Субтитры подогнал «Симон» 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 «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» 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 на второй давно уже пошли они на финиш уже пошли так, ну сделали поворот лидирующие яхты, вторая и третья ждем спинчей ребята есть, по-моему, первый спинч поставила радуга кто там еще подходит к повороту мне не видно видоискатель просто, друзья кто-то мне звонит устанк идет к финишной линии под спинакером ну а белая ночь, радуга и кажется, рапак обогнув поворотный знак поставили спинакеры и будут бороться за второе, третье, четвертое место так, ну вот у поворотного знака еще пару яхт совершают маневр огибают поворотный знак и тоже начинают движение к финишной линии это уже яхты у нас поменьше не вижу я видоискателей что это за яхты не могу сказать пока даже кто там подходит похоже, сейчас подходит к поворотному знаку не, не буду гадать, не знаю так, это кто пошел это, кстати, пошел ой, забываю заполярный, как он называется капитан Пенешко на этой яхте вылетел из головы а, название ветерок ветерок точно, у него вот асимметричный спинакер вот такой ветерка какой-то интересный он выбрал галс ветерок может прилететь первым в своем классе в портовой гонке так, белая ночь за ней радуга и это рапак ага, сейчас мы это видим пока я здесь отвлекался на поворотный знак мустанг уже финишировал первым брали спинакер передний парус готовится, видимо, его убирать собирать да и грот, наверное, тоже сейчас будут убирать встали в левентик раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь человек я вижу на палубе тем временем лучи продолжают дефилировать в районе судейского судна что там у них происходит толком я не знаю они вроде бы закончили свою гонку на то, похоже один из лучей пошел погулять в сторону острова Малый всего семь лучей красота семеро смелых ну и рапак подходит к финишному створу под гротом и спинакером а на мустанге тем временем уже все паруса убраны запишем финишера пока сделаем паузу фикс кушать не будем его нет ну что сигнал какой-то будет непонятно что там не слышно ничего какой-то есть сигнал там на судейском судне или нету что-то свистят в судейском судне финиширует в белая ночь как я зажгли фальшфер тут же бросили его в воду в честь финиша вторыми лучи снова куда-то пошли при этом на радуге срубают спинакер не доходя до финишного створа раздается свисток слабенький из судейского судна но сейчас мы его расслышали так и это финиширует яхта браво подходит финиш и уже брав спинакер вот она финишная линия хорошо у нас видна здесь дуй там судейское судно пересекает финишную линию свисток за ней яхта не помню название польская яхта Делия 32 по-моему 33 метра 33 фута и к финишной линии подлетает ветерок на своем генакере ветерок приходит к финишу первым в своем классе классе микро класс микро это тоже в общем-то яхта швербот то есть имеет опускной подъемный киль длина яхты 5 метров 50 сантиметров масса где-то 500 с чем-то килограммов экипаж обычно 3 человека сколько там сейчас экипаж я не могу сказать не знаю давно не видел его ну и готовится финишировать водный мир водный мир за ним дальше оранжевый спинакер кто это марлин отсюда не скажу кто это финишный створ пересекает водный мир водный мир это проект дракон 9 метров длиною по-моему перестроенный для крейсерского плавания за ним это сириус у него тоже асимметричный спинакер почему-то они его тоже хотят видимо выключить не доходя до финиша свисток финиш ну и следующие яхты нам их еще ждать несколько минут идут раз два три четыре четвертая яхта позади далеко позади узнаем в лучей тоже вот красивый заход на финиш троечка идут молодцы что тут у них происходит честно говоря я не знаю еще одно еще один забег что ли ура Алиса подходит Алиса по крайней мере вторая идет после ветерка в своем классе как мы видим по крайней мере на данный момент что там скажет нам финишный протокол я конечно сейчас сказать не могу свисток за Алисой жемчужина это тоже микрокласс как я сейчас вижу тоже класс микро три члены экипажа на палубе все работают марлин пересекает финишный створ под спинакером не поленившись его продержать до конца у нас байдарочник даже участвует в регате пока скромно стоит у берега так ну и ждем ждем Таис вот она тоже поставили спинакер на Таис Таис это у нас тоже швердбот старый советский проект Т2 по-моему могу ошибаться может быть Т3 нет Т2 яхта базируется в Кандалакшском яхт-клубе можно сказать что второй этап регаты закончился закончилась портовая гонка сейчас виниширует последнее судно по времени сейчас сколько времени 15 34 сейчас вот ну в целом вот второй этап портовая гонка прошла в течение одного часа сделали два круга яхты яхты по моим ощущениям на берегу ветерок был ну ровный приблизительно все это время где-то в районе 3 метра в секунду может быть направление его не менялось юго-восток так вот финиширует яхта Таис мустанг уже я вижу встал на якоре я вижу но остальные яхты продолжают движение уже под мотором вероятно они сейчас будут подходить поближе сюда к наволоку к этому берегу к этому месту чтобы высадить своих капитанов на берег для заключительной торжественной части на берегу только что на белой ночи бросили якорь на белой ночи я вижу на палубе аж шесть человек что на этом я считаю что заканчивать нужно мне свою запись и репортаж если можно так сказать если позволите заканчиваю всем добра жду ваших комментариев поддержки интерактива и пожелаем удачи нашим яхтсменам в следующем этапе завтра стартует третий этап из Кандалакши до Омбы прощаюсь со всеми Александр Ли пока пока